Спасибо, уважаемые коллеги. Анализ событий на Украине и в целом 20 оранжевых интервенций США и их союзников за последнее время показывает, что всегда непосредственному вооруженному вторжению, государственному перевороту или другим силовым действиям интервентов предшествуют организации мощной пятой колонны, прежде всего в СМИ и политика пропагандистского вранья, как в мире, так и в государстве, в особенности подвергающимся агрессии. В дальнейшем спецпропаганда, напоминает военный термин, сопровождает карательные мероприятия интервентов. Кстати, на Украине это уже три раза за последние сто лет. То есть мы говорим о законе конкурентной борьбы государства, а не просто о каких-то наблюдениях. Кстати, вывод. Не получилось у агрессора подготовить пятую колонну. Нет дальнейших массовых убийств людей. Так, уже для нас то, что называется. Есть ли в России пятая колонна в СМИ? Есть и очень мощная. Это Эхо Москвы, Ньюсруком товарища Гусинского, СНОП и РБК товарища Прохорова, владельца баскетбольного клуба в Америке, Слон и дочь товарища Винокурова, известного тем, что банкротил банк и вывел активы за рубеж и ряд других. Геноцид против мирного населения эти СМИ называют антитеррористической операцией. Граждан, ставших на защиту своей жизни чести и достоинства сепаратистами и боевиками и тому подобное. А телеканал Дочь в репортаже о предстоящих выборах президента Украины продемонстрировал карту, на которой Киев, Крым, то есть, извиняюсь, является частью Украины. Почему они так нагло врут? Метод управления этими СМИ, манипулирование называется, подробно прописан не где-то, а в законе Соединенных Штатов Америки, называемых БИЛ имени Магнитского. То есть, это вполне законодательно обеспеченный метод. В основе лежит подконтрольность и прикрытие, как с виноградом, это очень важно, владельцев и руководства этих СМИ со стороны государства-агрессора, США и их союзников, подконтрольность через бизнес и рекламу, счета и семьи, кстати, именно на усиление контроля за пятой колонной и направленные агрессивные санкции против России, точнее, технологического механизма их реализации. Мы здесь профессионалы, то есть, проработка России методов защиты от пятой колонны, в том числе в российских СМИ, и правдивое освещение предотвращает запуск следующего этапа вооруженной интервенции на нашу страну. Прежде всего, нужно корректировать информационную политику, проводить политику перевода счетов и активов владельцев СМИ в российскую юрисдикцию, аналогично с вопросами, которые мы решаем в отношении государственных чиновников. Тем более, влияние средств массовой информации, пожалуй, будет побольше, чем значительной части государственных чиновников на нашу жизнь, как мы видим, иногда даже просто в практическом смысле на нашу жизнь. Формирование порядка регистрации СМИ с иностранными владельцами, как собственные иностранных СМИ. И если ты являешься иностранным владельцем, значит, это и должно определяться, как СМИ иностранное. Как и в 41-м и сотнях предыдущих случаев, либо интервенты уничтожат Россию и российский народ, либо мы найдем способ нейтрализации пятой колонны национальных предателей и врунов и защитим жизни граждан России. Спасибо. Спасибо. Спасибо.